Застройка в посёлке Шмидта в Самаре плотная. В большинстве своём это деревянные дома. Возгорание одного из них может привести к крупному пожару. В этом посёлке проживают почти пять тысяч жителей. Находятся три предприятия. При этом населённый пункт отрезан от города железной дорогой. Движения поездов там активные – по 200 составов в сутки. В случае пожара спецтехника может не успеть быстро добраться до очага возгорания. О необходимости строительства депо в самом посёлке разговоры идут давно. Имеется и здание, в котором когда-то размещалась Почта России. Участок под ним для строительства депо готовы передать на баланс области, но этого до сих пор не произошло. Ситуацию обсудили на совещании глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители правительства области, МЧС, РЖД. Выяснилось, что Почта России провела работу по размежеванию земельного участка под строительство здания и отправила на утверждение Росимущество. Но там увидели проблему. Часть образуемого земельного участка, включая объект капитального строительства в виде дорожного покрытия дорожной площадки, проходит через него красной линии. С учётом потребностей по застройке данной территории, возможности с мнением ЧС, нужно услышать, изменить границы образуемого земельного участка. Это в принципе всё часть автобазы, но несколько границ подвинуть можно. Потому что здесь заходят на красные линии некритично, то есть нельзя сказать, что они там посередине участка проходят, они только краешком касаются. То есть это скорее формальная такая история. Пожалуйста, после сегодняшнего совещания вместе с экспертом вы едете к себе в Тероргут, там ему предъявляете эксперту все те замечания, которые у вас есть, а эксперт в течение кратчайшего срока за следующую неделю их устраняет и направляет новый. Сейчас на деревянный сектор. Сухое время, жара. И вот именно в этот момент, когда нужно будет туда въехать, значит, машина пожарная, в этот момент у вас будут идти составы, и вы их не остануете. А там каждая минута она минус до. Профильные структуры должны в течение двух недель привести документы в соответствие, после чего пройдёт ещё одно, на этот раз выездное совещание. Депутат Госдумы обещал держать руку на пульсе. Виктория Шарой, Николай Пифанов, События.